Девушки отдыхают Трагической смерти дочери Ими оказались муж и младший Грудной ребенок Что это? Больное воображение Несчастной женщины или доля Правды в обвинении есть? Это я попросила маму Отказаться от усыновления Я немного проживу в детдоме Обратно вернусь к ней Когда в семье складывается Трудная ситуация Дети часто проявляют стойкость Характера и трезвость мышления Сможет ли девочка-подросток Справиться с бедой В которой оказалась мама Мы с мужем посвящались И решили ее себе оставить На третий день нагрянула полиция Что вы говорите? Биологическая мать Она меня обвинила в том Что я якобы выкрала ее ребенка Подброшенный под дверь Чужой ребенок Стал для молодой женщины Настоящим жизненным испытанием Из-за него долгое время Она находилась под следствием И сидела в тюрьме Но даже после этого Хочет стать девочке-матерью Истец Павел Гарбузов Предъявляет иск о расторжении брака И об определении места жительства дочери Ответчик Лидия Гарбузова Иск не признает Пожалуйста, истец Обоснуйте причины расторжения брака Мы с Лидой уже женаты На протяжении 14 лет У нас есть дочь Полутора лет Суть в чем Что где-то около года назад Супруга начала сильно злоупотреблять алкоголем То есть начала выпивать Поначалу это Были такие легкие напитки Каждый вечер она бутылочку вина возьмет Перед телевизором сядет, выпьет и так далее Но как бы я не придавал этому значения Поначалу А потом, когда эти Я не знаю, попойки их назвать, что ли Перешли уже в такой критический момент Когда она перешла с вина на водку На коньяк и тому подобное Это уже меня насторожило А в большей степени меня насторожило то Что она абсолютно перестала заботиться О нашей младшей дочери Она сидит... Ну как не так? Это так Она перестала заботиться о младшей дочери Простите, а есть еще дети, кроме младшей дочери? Да, был ребенок у нас Вот, она перестала заботиться о младшей дочери И в конечном итоге я перестал ей давать деньги Потому что она все пропивала Да и она и домашним хозяйством не занималась Она не закупала продукты Она вообще никакой уют не создавала Она только беспробудно пила Больше ничего Вот ничего абсолютно Мне даже пришлось нанять няню Няню для того, чтобы она воспитывала нашу малолетнюю дочь Чтобы она за ней сидела, убирала Были такие моменты, когда я приходил с работы домой У меня дочь, я встречала просто вся зареванная Грязная, извините меня, в какашках вся На меня вот такими глазами смотрела Я ее когда, ну, начинал там за стол ее сажать Она просто накидывалась на еду Сразу понятно, что ребенок весь день находился в голодном состоянии Она ее не кормила даже Вот представляете, до такой степени Это ужас вообще Но последнее вот то, что довела Она постоянно пила И начала даже общаться с каким-то Я не знаю, как это выразиться С отребьем, который вот у нас С каким отребьем? Находится под этими, под заборами валяются Чуть ли не бомжихой уже стала У меня даже есть выписка Ну как неправда Вот выписка есть Из медицинской О том, что ты находилась в вытрезвителе Несколько раз Я тебя оттуда забирал Мне на работу звонят Я на работе Я приезжал, и тебя оттуда с вытрезвителя забирал Тебя, мать Да? Вот и все Будьте добры, документы через судебного пристава передайте Да, пожалуйста Вот Впоследствии как-то один случай меня вообще доконал Это уже был предел просто Моего терпения Я не знал, ну как это Я прихожу домой Вот Как-то А мне няня, значит, рассказывает Говорит, что Ушла за продуктами 15 минут где-то ее не было Прихожу, говорит, и не пойму, что происходит Это сидит на кухне Пьет А ребенок Находится на балконе Зима Минус 20 Ребенок полутора лет В колготочках В маленькой В этих Футболке Находится на балконе Она ее выставила на балкон Она ее выставила на балкон за то, что та разрисовала обои Представляете, вот за это она Наказала она ее Вот за это наказала она Ее выставила на балкон В итоге Ребенок заболел воспалением легких Двухсторонним Мы вызвали Вызвали Скорую помощь Вот у меня справка даже о том, что вызов Скорую помощь И выписка из книги Карты медицинской О том, что у ребенка был диагноз Воспаление легких И то, что мы пролежали Я с ребенком пролежал Три недели в больнице После того, как меня выписали из больницы Я сразу же собрал все вещи С дома Взял дочь И мы переехали к моей матери Так что, когда я буду работать Ну, в те моменты, когда я буду находиться на работе За моей дочерью может вполне ухаживать моя мама Маленький возраст очень у ребенка Понимаете, по полтора года Как правило, как правило Все-таки оставляют детей с мамами Исходя из того, что требуется Вот с этой мамой Подождите, естественно Я говорю, как правило Ребенку всегда лучше Ответчик Истцом заявлены исковые требования О расторжении брака Скажите, пожалуйста Вы на расторжении брака согласны? Я возражаю, Ваша честь Послушайте, пожалуйста Да, у меня были проблемы с алкоголем Это правда Но я уже два месяца не пью Это все в прошлом Я прохожу курс лечения И он самое главное не сказал Почему я начала пить Почему ты об этом не сказал? Скажи ты У нас Не в том, что Настенька Это наша младшая дочь У нас была еще и старшая дочка Рита И было 13 Когда год назад Ее изнасиловали и убили Вот свидетельство о смерти Настильников так и не нашли Вот выписка из уголовного дела Как вы думаете, могла я это выдержать? Он все время пропадает на работе А я одна в четырех стенах Со своим горем и маленьким ребенком Все время перед глазами у меня лицо Риты Я все время пропадаю на работе Не потому, что я так хочу А потому, что надо содержать семью Потому, что надо вас кормить Вас обувать, одевать Это моя обязанность Как мужчины Как главы семьи Ты даже не поддержал меня Не выслушал ни разу Приходил домой только поесть поспать И все Я приходил только поесть Я тебя не поддержал Истец, истец, истец Ваша честь, мне трудно говорить У меня свидетель Мой психолог Пусть она расскажет за меня О моем состоянии Так, хорошо Будьте добры, пожалуйста Ваши документы через судебного пристава Передайте Вы как относитесь, истец, к тому Чтобы послушать свидетеля-ответчика? Я не против Давайте послушаем Что за свидетель Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика Свидетеля-ответчика, войдите Представьтесь, пожалуйста Добрый день Меня зовут Пономарева Кира Михайловна Я клинический психолог Это моя пациентка Лидия Игоревна Поступила она ко мне Около года назад В очень тяжелом состоянии У нее наблюдались признаки Клинической депрессии Лоббильность была снижена Это был постоянный плач Мысли о суициде До этого Лидия Игоревна Месяц отлежала в клинике неврозов И выписана была С незначительным улучшением Ситуация была сложная Курс лечения мы начали с ней И первый курс мы прошли Выписала я ее с улучшением Уже стабильным Однако для прохождения второго курса Должно было пройти какое-то время Чтобы те эмоции, которые мы сняли Они бы уложились в ее создании И личность бы трансформировалась За этот период, к сожалению, Лидия Игоревна не смогла справиться С негативными эмоциями И снова начала пить Ситуация понятна Погибла старшая дочка И вина за смерть старшей дочки Перенесла Лидия Игоревна На свою малышку И именно поэтому У нее начинают возникать Такие приступы жестокости Которые были бессознательны То есть фактически Лидия Игоревна Плохо относилась к своей малышке Потому что она не осознавала Того, что она делает То есть ты хочешь сказать Что вина в смерти Виновна в смерти Риты Наша Настенька Так это ты виновна Подождите, естец Разрешите я изложу В чем суть вся Просто она настаивала на том Что девочке нашей Рите старшей Нужен очень хороший Преподаватель английского языка А самый хороший преподаватель В нашем районе Работает свободен Только в 8 часов вечера И она настояла на том Чтобы это ты виновата И ты заставляла ее ходить И в тот момент Настя не болела Между прочим А ты это придумала Чтобы оправдать себя Извините меня Ты вообще все это время Пропадал с проститутками в бане Тут стереотипы в бане У нас была простая Неформальная встреча С партнерами нашими Вот и все Из текста Пожалуйста Ты вообще деть меня заменил Да, у меня важное дополнение Как раз по этому случаю Тот случай, когда Малышку заперли на балконе Помог Лидии Игоревне Именно включить свое сознание И снять эффект Переноса вины За смерть старшей дочери Да? С младшей И этому показатель того Что она хочет общаться с ребенком Что она приехала к ней в больницу Несмотря на то, что она не смогла ее увидеть Поэтому я бы рекомендовала Не разводить сейчас эту пару Ради эмоционального состояния Она приехала после того Когда я ей сказал Что я подаю на развод И буду лишать тебя родительских прав Вот после этого она взялась за работу Пожалуйста, не разрушай семью Тастеньке нужны оба родителя Мне кажется, что Знаете, в целях сохранения По-моему, психологического состояния ребенка Ну, они друг друга обвиняют В смерти старшей дочери Какое тут перенесение? Мне кажется, что этот этап уже давно миновал Тут не перенесение Тут прямые обиды Рита не возвращалась домой одна Никогда То есть Лидия всегда ее встречала с малышкой А в этот момент она не пошла встречать Единственный раз, когда она не встретила Ну, как специалист, я считаю Что изначально надо поработать с мамой И снять все ее проблемы Прежде чем приступать к семейной терапии А почему не встретила-то в этот раз? Что с... Настенька проболела, я не смогла Я обычно брала ее с собой, чтобы не оставлять дома И мы шли вдвоем Но в этот раз Настя плохо себя чувствовала Я осталась дома Я думала... Нормально она себя чувствовала? Рита уже большая девочка, 13 лет И детей совсем недалеко Ну, почему только с мамой нужно? С папой тоже работать С папой тоже, но групповая терапия Возможно только после того, как мама проработает Он не признает никаких психов Так, суд удалится, это принятие решено Прошу всех встать Далее в программе Это я попросила маму отказаться от усыновления Я немного проживу в детдоме А потом обратно вернусь к ней Когда в семье складывается трудная ситуация Дети часто проявляют стойкость характера И трезвость мышления Сможет ли девочка-подросток Справиться с бедой, в которой оказалась мама? Ну, мы с мужем посвящались И решили ее себе оставить На третий день нагрянула полиция Что вы говорите? Биологическая мать этой девочки Она меня обвинила в том, что я якобы выкрала Ее ребенка из коляски Органы опеки и попечительства Отказали молодой женщине В оформлении опекунства над годовалой девочкой Из-за ее сомнительного прошлого Однако женщина не сдается И в суде требует отменить этот ответ Отказ, поскольку считает его несправедливым Суд оглашает решение, принятое по делу Суд заслушав исковые требования Возражение ответчика по заявленным исковым требованиям Опросив свидетеля со стороны ответчика А также рассмотрев заключение органов опеки и попечительства Тito-констательства в части определения места жительства малолетней дочери Слушание дела о расторжении брака и определение места жительства малолетней дочери считает необходимым отложить И назначает супругам срок для примирения на три месяца Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения на 3 месяца, поскольку ответчик на расторжение брака не согласен. Если супруги не примирятся, истец по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации брак между супругами будет расторгнут. И, естественно, будет решаться вопрос по второму исковому требованию по определению места жительства малолетней дочери совместно с истцом. Ну, дайте шанс вашей супруге, дайте ей такой шанс. Каждый человек заслуживает, чтобы ему давали шанс в этой жизни, на мой взгляд. Истец за ответчик, суд, огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Назначить срок для примирения. Я посмотрю на поведение своей супруги за эти 3 месяца. Если она действительно изменится, то я готов начать все сначала. А если же нет, то будем рассматривать о лишении родительских прав. Я обязательно вылечусь и верну себе дочь и доверие мужа. В этом суде жарко зимой и летом. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать еще для этого? Что мне сделать, скажи? Чего они обратно в тюрьму сиди там? Хотите знать, что ждет вас в будущем? Присмотритесь к своим детям. Ты мне больше не мать. Зачем ты ребенка подводишь под статью? Он же сядет так же, как сидел ты. Вот я считаю, что моя мама лучше, чем мать Тереза. Ты ей дал денег на аборт и потом еще написал в следующий раз предохранять. Да с чего вы взяли, что я говорила себе? Не говорите, что вы не видели. Он обязан платить мне алименты. Обязан. Вот тебе они алименты, поняла, Шельма. Битва за будущее. Он сейчас в больнице. Довела она его. Я довела. А кто, я что? Не кричите, не кричите. Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Ирина Литвинова подает иск об отмене усыновления в связи с проблемами со здоровьем. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, утверждает, что девочке будет очень тяжело в детском доме. Слушается дело Литвиновой Ирины Викторовны с исковыми требованиями об отмене усыновления. Ответчиком у нас является представитель органов опеки и попечительства. Данная категория дела у нас рассматривается с обязательным участием прокурора. Представитель прокуратуры присутствует в зале? Благодарю вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вас слушаю, истец. Я подаю иск об отмене усыновления, удочерения моей дочери. Ей сейчас 12 лет. 8 лет назад я, собственно, ее усыновила, я ездила в деревню к бабушке. У бабушки была соседка-алкоголичка, а дочка Анечка ее приходила к нам. В общем-то, она проводила с нами все время, в общем-то, привязалась я очень к девочке. И вот в один какой-то день бабушка позвонила и сказала, что лишена прав родительских ее мать, и девочку в срочном порядке отправляют в детский дом. Ну, естественно, я бросилась оформлять документы об опеке. Полгода у меня была опека. Мне не давали сначала удочерить ее, поскольку у меня нет мужа. Ну, собственно, я этого добилась. И вот уже 8 лет мы вместе, собственно, с дочкой живем в радости. Милая, хорошая девочка, отличница, помощница. Все прекрасно, все хорошо. И я бы никогда бы не решилась вот на такое, чтобы... Но в моей жизни случилась беда, я заболела. У меня тяжелое заболевание, у меня рак. Очень серьезная сейчас стадия, надо скорее провести операцию. Вот. И, собственно, собираем деньги. Даже вот Анечка записала видеообращение. Она его в соцсетях распространяла. Мы обращались на телевидение, на радио. Мне нужна большая сумма денег. Если я сейчас не сделаю эту операцию, то я могу лишиться языка, у меня могут удалить лимфоузлы. Ну, в общем-то, я буду уже, собственно, овощи. Вот. Но на операцию надо 3 миллиона рублей. Операцию надо провести в Германии. Вот. А, собственно, эту сумму мы не можем быстро собрать. Время идет. Вот. И у меня, значит, появилась идея продать квартиру. У меня хорошая квартира Сталинка. Где-то порядка 6-7 миллионов рублей. Если мы это быстро сделаем, то, собственно... А девочка зарегистрирована в этой квартире, и органы опеки ни за что не дают возможности продать. Да, я девочку прописала в эту квартиру, но... Тут была такая ситуация. Дочка... Дочка ко мне подошла и сказала, «Мам, давай я вернусь в детский дом. Ты вылечишься? И, в общем-то, все будет хорошо, и я вернусь». Ну, в общем, мы решили так, что я продаю эту квартиру. У меня остаются деньги на покупку однушки. Вот. Я пока восстанавливаю здоровье. Мы покупаем квартиру. И, собственно, я забираю девочку из детского дома. Ваша честь, у меня есть большой страх. Что если... Ну, допустим, хорошо, операция пройдет успешно. Но я буду нетранспортабельной. Я не смогу разговаривать какое-то время. За мной нужен уход. Ну, как я вот ребенка... Вот с кем ребенок? И ребенок это будет все видеть. А если операция закончится... Если операция закончится неуспешно, что вот я буду медленно умирать и... И, собственно, дочка, девочка 12 лет будет все это видеть. У меня есть бабушка старенькая, но очень бодрая. Она будет за мной ухаживать. Мы с дочкой поговорили. Она будет приходить. А в детском доме ей в любом случае будет лучше. Она будет учиться. Будут дети. Она... Ну, еще она очень за меня переживает. Вы считаете, что сейчас вы отменили удочерение, а потом, когда операция закончится, начнется реабилитация, и вы выздоровеете, вы сможете еще раз оформить удочерение? Я куплю однокомнатную квартиру. Ну, видите, купили. Да. И что? Да. Еще раз можете оформить удочерение? Да, я очень люблю девочку. Нет, вы правда... Да, я считаю. Этого не может быть. Не может. Это потому, что у нас запрещено проводить удочерение в отношении усыновителей, которые отказались от удочерения. Или когда-то были лишены родительских прав. Ваша честь, но у меня просто больше нет выбора. Видите, до рыдания мы сейчас найдем выход из положения. Подождите. Я просто вас предупреждаю, что если вы... Я знаю вашу честь. Я выздоровлю. Я все сделаю для того, чтобы... Да, безусловно. Это безусловно так. Безусловно. Но просто в этой ситуации, если вы сейчас отмените удочерение, потом его восстановить будет нельзя. Скажите мне, вы считаете... То есть вот ситуация такая, что органы опеки не дают вам разрешения на продажу квартиры, защищая интересы ребенка? Ну, я думаю, что да. Так, давайте мне решение суда, подочерение, документы на девочку. Так, здесь счета из Германии. Да, Ваша честь, органы опеки в курсе ситуации семьи Литвиновых Ани и Ирины Викторовны. Мы с ней разговаривали, но у девочки безысходное положение. В таком возрасте оказаться в детском доме, это бессмысленно. Ответчик, ответчик. Давайте так. Я ведь точно недалека от истины. Но мы возражаем против ее отмены удочерения. Да я понимаю, что вы возражаете. У вас функция такая возражать. Одно. Почему вы, когда истец вам объяснил ситуацию и просил дать разрешение на продажу квартиры, почему вы не дали? Ну вот в чем была-то... Вы же понимаете, какая жизненная ситуация. Если бы это была ее родная дочь, она бы не отправила бы ее в детский дом, а это как бы приемная дочь. Ваша честь, ну неужели вы считаете, что ребенок... Она неприемная, она удочеренная, она как родная. Неужели вы считаете, что ребенок должен видеть вот это вот состояние взрослой женщины, вот это вот состояние овоща? У нее и так психологическая травма от того, что она должна сама вернуться в детский дом. Это было ее решением. Просто я... У меня даже язык бы не повернулся это сказать, но когда она ко мне подошла, я сказала, мам! Ну, я не знаю. А деньги никак нельзя найти? Ну вот девочка сейчас собирает в соцсетях, но это без... Она маленькая, этим нельзя заниматься. Бабушка 70-летняя как бы тоже не может. Ну неужели как-то вы там не можете по своим каналам как-то найти эти деньги? Объясните мне, пожалуйста. Ну неужели никак нельзя помочь? Понимаете, время, действительно, время, деньги. Естественно, вы подумайте, я вас предупреждаю. Я еще раз, я третий раз вам говорю, что если сейчас вы откажетесь от удочерения, восстановить вы его не сможете никогда. Но она же сможет ко мне потом вернуться. Ну хорошо, давайте без удочерения, но она просто же сможет ко мне вернуться. Я ее пропишу обратно в квартиру, в эту новую, которую я куплю. Нет, она вам будет посторонней. Нет, ну конечно, зарегистрировать-то вы ее можете, но... Ну хотя бы так. Ну, Ваша честь, ну мне... Я не знаю, что мне еще сказать, Ваша честь. Я уже все сказала. Так, ну хорошо, органы опеки. То есть у вас следующая позиция, да, что вы против отмены удочерения. Да, и против... А как вы хотите уговорить истца, чтобы она не отменяла удочерения? Ну, с Ириной Викторовной разговаривали. Она сказала, что она как бы найдет эти деньги. Мы тоже можем постараться отыскать их. И чтобы она не отказывалась от удочерения, дочери. Если она попадет в детский зон, она потом ее не заберет. А кто же будет ухаживать за мной? У меня реабилитация. Как вот? Еще, значит, надо какие-то деньги на сиделку. Надо, чтобы за дочкой кто-то смотрел. Я, честно говоря, не понимаю. Если бы вы действительно как-то помогли, может быть... Ну, я не знаю. У нас так медленно сейчас... У нас только 450... Ну, что за странная ситуация. Я понимаю, что бюрократическая машина, она такая... Знаете, мне все время напоминает, знаете, такой вот сломавшийся каток. Вот его впихивают. Знаете, такой асфальт, которым укладывают. Это его впихивают на голову. Впихивают. Вот его впихнули. Он на горку попал. И потом начинает со всей скоростью туда спускаться. Вот это у нас то же самое. Вот мы впихиваем, впихиваем. Вот впихнули. И потом начинается этот каток, этот наезд государства на всех своих граждан безостановочно. И остановить это нельзя. Вот понятно же, что вы в курсе этой ситуации. Предприять какие-то определенные меры. Сейчас у нас с вами единственный вариант. Сказайте СЦУ. Откажитесь от исковых требований. Откажитесь. И тогда останется удочерение. Истец этого сделать не может. И вы, и я прекрасно понимаете. Вы тоже вызовут, у нас есть возражения. Ну давайте ребенка. А простите, знаете, какой вопрос хотел уточнить. А простите, у вашей дочери никакого имущества своего нет. Но вы сказали, что это ваша соседка. И там бабушка, там мама. То есть у вас соседка, дом какой-то есть. Понимаете, она по ходу дела, ну там живут сейчас другие люди. Она по ходу дела пропила это свое жилье. Я поняла, да. Так, давайте несовершеннолетнего ребенка. Пригласите, пожалуйста, свидетель. Войдите. Ваша честь, это я попросила маму отказаться от усыновления. Вы поймите, что у нас нет другого выхода. Потому что маме нужно сделать трудную операцию. И потом выздороветь. Я немного проживу в детдоме. А потом, когда мне исполнится 18, я обратно вернусь к ней. Я очень хочу, чтобы мама была здоровой. Ваша честь, я хочу обратиться ко всем сидящим в этом суде, чтобы они помогли нам собрать денег на лечение. Потому что для мамы это очень важно. Я поняла, да. Так, ну какой у нас с вами есть еще шанс? Давайте, смотрите. Понятное решение, которое будет принято. Да, оно понятно. Еще месяц у нас с вами, чтобы оно вступило в законную силу. Если его обжаловать, да, как будет назначено в апелляции, тоже под вопросом. То есть какой-то люфт по времени у нас, в принципе, с вами есть. Если вы сможете быстро организовать помощь финансовую, то тогда, ну вот, с протяженностью судебных процедур мы можем это отложить. Или вы не можете взять на себя такие обязательства? Это затруднительно для вас? Для органов опеки это как бы под вопросом. А? Под вопросом. Нет, под вопросом. Ну хорошо, можно же определенную изобретательность проявить, правда? Ну у вас есть меценаты, у вас есть спонсоры, наверняка кто к вам приходит. Ну мы постараемся как-то помочь. Я не отказываюсь от этого, я как женщина понимаю ее. И мы должны как бы пойти к ней навстречу. И будем искать, будем искать средства. Давайте попробуем, знаете, все-таки, конечно, я обещать этого не могу, но... Может быть, правда, какие-то откликнутся люди, знаете, сможет... Ну, по крайней мере, органы опеки смогут набрать эти деньги. Потому что сейчас, когда я оглашу решение, что... Решение, решение. Оно еще не совсем решение, оно должно вступить в законную силу. Ваша честь, но идет же время. А? Идет же время. Нет, еще раз я вам объясняю. За это время нужно приложить все усилия, чтобы найти соответствующие деньги. То, что вы квартиру не сможете продать, ну... Я не смогу сделать операцию. Я смогу... В конце концов, я даже могу умереть. Решение должно вступить в законную силу. Понимаете, в чем дело? У нас есть срок, в законе установленное решение должно вступить в законную силу. У нас с вами есть определенный период времени, когда органы опеки могут постараться вам помочь. Потому что для них до сих пор вы, как бы, мама, которая провела удочерение. Вы все равно находитесь полностью под контролем. Я все понимаю, ваше честь. Я вам уверена, что вы сможете. У вас много спонсоров. У вас есть меценаты, которые пытаются помочь детским домам и прочее, прочее. Объясните ситуацию. Ну, я же сказала, конечно, мы постараемся помочь. У нас есть целый месяц. Мы будем искать эти средства. Потому что... И чтобы не оставалось безысходной ситуации. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Я прошу прощения еще. Прошу прощения. Знаете, еще как вывод из положения. Если... Вы знаете, вы же не найдете сейчас покупателей в 3 секунды. Правда, да? Я очень не найдете. Значит, вы начнете искать покупателей. Вы можете договориться об авансовом платеже. Например, он может дать какую-то часть денег в счет... Мы уже договаривались, как бы, ну, гипотетически уже. Просто я вам объясняю. Тогда, если вы договоритесь с ней, гипотетически органы опеки уже не будут намертво стоять по поводу продажи квартиры. Суд удаляется, я принято решение. Далее в программе. Ну, мы с мужем посвящались и решили ее себе оставить. На третий день нагрянула полиция. Что вы говорите? Биологическая мать вот этой девочки, она меня обвинила в том, что я якобы выкрала ее ребенка из коляски. Подброшенный под дверь чужой ребенок стал для молодой женщины настоящим жизненным испытанием. Из-за него долгое время она находилась под следствием и сидела в тюрьме. Но даже после этого хочет стать девочке матерью. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования и сца возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнего свидетеля и проведя процесс с обязательным участием прокурора, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет, выносит решение об отмене удочерения и передает ребенка на попечение органов опеки и попечительства. Суд отменяет удочерение истицы в отношении 12-летней девочки, потому что в настоящее время истица по состоянию здоровья не в состоянии выполнять возложенные на нее обязанности матери ребенка. Это подтверждается медицинскими документами, из которых следует, что истица больна онкологическим заболеванием, ей требуется сложная дорогостоящая хирургическая операция и затем длительный период лечения. В силу жизненных обстоятельств, не зависящих от истицы, удочеренная девочка фактически остается без попечения матери. Ухудшение состояния здоровья также повлекло и значительное ухудшение материального положения истицы. При таких обстоятельствах, даже при отсутствии виновного поведения истицы по отношению к удочеренной девочке, суд исходя из интересов ребенка, отменяет удочерение и передает девочку на попечение органов опеки и попечительства в соответствии с правилами части 2 статьи 143 Семейного кодекса Российской Федерации. То есть удочерение мы отменили, но у нас с вами, знаете, как самолет прилетел и стал в транзитную зону. У нас решение должно вступить в законную силу. Оно вступает в течение месяца с момента изготовления решения в полном объеме, при условии, что ни одна из сторон не обжала это в решении в операционном порядке. Поэтому, не теряя времени, вы сейчас быстро ищите покупателя, а вы быстро ищите деньги. То есть у нас с вами люфт определенный есть по времени, когда можно набрать деньги. Вот мне так кажется. Истиц-ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Я очень благодарна суду за положительное решение моего иска. Уже есть договоренность с клиникой в Берлине. Мы уже практически нашли покупателя на квартиру. Я буду делать все, чтобы исход операции был как можно более положительным. И девочка моя вернулась ко мне. Мы, как органы аптеки, постараемся изыскать нужные средства, чтобы помочь матери в данной сложной ситуации. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сложители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнешних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что за 3 тысячи? Это все смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Елена Рогожина подает иск об оспаривании отказа органов опеки и попечительства в оформлении опекунства. Представитель органов опеки и попечительства иск не признает. Считает, что отказ был правомочен. Я вас слышу, естественно. Ваша честь, я хочу оформить опеку над маленькой девочкой, а органы опеки мне в этом отказали. Я хочу эту несправедливость устранить. Дело в том, что я ввязалась в ужасающую историю год назад. Я замужем. У меня есть сын. Уже на тот момент 9-месячный Андрей. И как-то раз мне в дверь позвонили. Мы позвонили, и я открыла дверь. И, в общем, там за дверью был ребенок в коробке. Но явно, что этого ребенка подбросили. Я не смогла на это нормально смотреть. Естественно, я девочку взяла с собой. Она была такая маленькая, хорошенькая. Я ее и памперс поменяла, грудью покормила. А мы с мужем, который на этот момент был просто в отъезде, мы с мужем хотели всегда еще и девочку. То есть мальчик у нас уже был. То есть вы хотите сказать, что вы не в полицию, не в органы опеки не позвонили? Да я не от умысла злого. Я растерялась с ней. Я не знала, что делать. И в больницу близлежащую не поехали. Потому что мало ли что с ребенком. А что еще с ребенком делать, если его подкинули? Я растерялась. Я не созла. Ну хорошо. И сколько длилась ваша растерянность? Ну дня два где-то. Сколько? Два дня. Два дня. А после этого, после того, как два дня прошло, что произошло? Ну мы с мужем посвящались и решили ее себе оставить. На третий день нагрянула полиция. Что вы говорите? Странно даже. Да, да, да. Вот такое прям вы так удивляетесь. Дело в том, что нагрянула она не просто. Потому что вот эта биологическая мать вот этой девочки, маленькая там свистушка, 19-летняя, она меня обвинила в том, что я якобы выкрала ее ребенка из коляски. Чего на самом деле не было. Ну ладно. Она подговорила своих двух подружек говорить полиции о том, что якобы я подошла к коляске и выкрала ее ребенка. Удалось доказать то, что я невиновна. Мы провели хорошую работу и девчонки, которые якобы свидетельницы, они отказались от своих показаний, не в мою пользу. Ладно, с этим враньем мы разобрались, слава богу. Но я не понимаю, ваша честь, почему органы опеки мне отказывают в том, чтобы мы оформили опеку над девочкой. Простите, истец, а у девочки-то мама есть? Она от нее отказалась. Дело в том, что почему эта вся ситуация была? Потому что, значит, ее сожитель от нее ушел. Она решила, что этот ребенок ей не нужен. И подкинула ее. А как он пришел, спросил, где ребенок, она испугалась и выдумала всю эту странную историю, благодаря которой меня вообще посадили в изолятор. Нет, а сейчас-то вы говорите... Нет, она от нее отказалась. Потом сожитель снова ушел? Сожитель снова ушел и... И сейчас где ребенок находится? Ребенок, ну, он... У опекунов ребенок. Там другая семья оформила на дне опеку. Но я не понимаю, почему мне нельзя ее оформить. Потому что мы ее полюбили. Мы можем оказать ей должное воспитание, должное средство выделить на нее. Так, истец, будьте добры, пожалуйста, мне ваше свидетельство о заключении брака. Вы сказали, что у вас еще ребенок есть один, да? Свидетельство о рождении ребенка, документы на квартиру. Все есть, документы все есть. Вы работаете? Я не работаю, но работает мой муж, он может задержать всех. Пожалуйста, я вас уже отвечу. Ваша честь, во-первых, истеца упустила еще одну подробность. Когда к ней пришли приставы, она начала разыгрывать историю домашних родов. И привлекла к этому соседку, который очень правдиво... Не со зла. Ну, это... Да, затем она, когда, в конце концов, биологическая мать отказалась от ребенка, к нам пришла истеца с заявлением предоставить ей опеку. Мы поначалу даже как-то положительно к этому отнеслись, потому что, в общем-то, характеризуется она положительно. Семья состоятельная. Но когда мы стали более подробно исследовать факты биографии истец, выяснился следующий момент, что 20 лет назад она была осуждена по статье 228 УК РФ хранение наркотических средств без цели сбыта. Но, возможно, и сама употребляла, а предатель не надо меня перебивать. Я родила здорового ребенка, и поэтому видно, что я не употребляла. Сейчас не употребляет. Никогда не употребляет. И сколько это было лет назад? 20 лет. Ну, уже на пике решили отказать. Тем более у нас появилась другая семья, которая тоже выразила желание... Отказ дайте мне, пожалуйста. Да, пожалуйста, Ваша честь. Зачем вы стали разыгрывать все эти спектакли, скажите? Ваша честь, ну, простите меня, пожалуйста, я это сделала от растерянности. Я как только взяла ее на руки, я поняла, что хочу ее оставить себе. И как это сделать наилучшим образом? Я полезла на форумы. Там мне советовали, чего только не советовали. Страна советов. Обратився в полицию. Кто наоборот, что в полицию ни в коем случае. Это же криминальный какой-то случай. Нет, это абсолютно какое-то безответственное у вас отношение к этому. И на уровне «я хочу», «я хочу», «я хочу», «я хочу». Понимаете, я прочитала способ, который подошел тут... Да, имитировать домашние роды, и никто ничего не поймет. Вы свидетелей просили? Да, я хотела бы, чтобы... Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелица. Свидетелица, войдите. Простите, органы опеки. А сейчас девочки сколько? Девочки полгодика. Полгода уже, да? Ну, пока все это длилось. Я вас слушаю. Ваша честь, я являюсь мужем Елены. У нас прекрасная семья, у нас растет сын. Вы понимаете, мы бы очень хотели удочерить Алису. Мы хотели бы подарить ей счастье. У нее уже есть опекуны. Я сейчас вам все расскажу. Подождите. Я специально наводил справки о том, что происходило. И вы знаете, когда мы вернули Алису, когда, точнее, у нас ее забрали, Алису взяла другая семья, и уже через месяц она от нее отказалась. И, кстати, органы опеки об этом прекрасно знают, но почему-то еще не заявили по-настоящему. Почему? Отказалась? Куда мы должны были заявлять? Почему не сказали вы об этом? Да. Отказались? У девочки гепатит. Гепатит. Да, поэтому первое... А что вы не говорите-то об этом? Скажите мне, пожалуйста. Действительно. Почему не говорите? Ответчик, поясните суду, почему вы не сказали, что в существенное обстоятельство, что в настоящее время ребенок находится на попечении органов опеки, а не опекунов? Почему? Ну, одни опекуны отказались, но другая семья уже знает, что у нее гепатит и готова... Я вас слушаю. Я поняла вас. Я вас слушаю. Мы, в свою очередь, готовы Алису увезти в Германию, предоставить ее лучшим врачам. Лучшие врачи ее вылечат от этой болезни, тем более, что все у нас для этого есть. Уж поверьте. Вот справка о моих доходах. Я работаю в банке одним из руководителей. Моя зарплата 560 тысяч. Я думаю, это будет вполне достаточно. Ваша честь, органы опеки предлагали вариант, чтобы свидетель сам стал опекуном, но они этот вариант не рассмотрели, вот, к сожалению. Нет, простите, отвечу, а вы рассмотрели вариант не довести до сведения суда столь существенную информацию, что на сегодняшний день опекунов нет у ребенка? Ну, практически есть. Нет, практически нет. Есть бумажка, что есть? Нет. Нет, значит, нет. Суд удаляет для принятия решения. С судьей Еленой Дмитриевой лучше не спорить. Вы не имеете права говорить о том, чего вы не можете доказать. Потому что мы решили... Я вас привлеку к уголовной ответственности за клиенту. Она всегда знает, что происходит с детьми. А для вашего сына в отношении к дочери любовь. Она ребенке 15 лет, ну, какая любовь. И не вам, не отвечу, нет дела до ребенка вообще. А мне есть дело до ребенка. Да, Елене Дмитриевой есть дело до ваших детей. Битва за будущее. Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ИСА, проведя процесс с участием прокурора иск об отмене решения органов опеки и попечительства, которым истица отказана в назначении ее опекуном малолетней девочки удовлетворить и вынести решение об отмене оспариваемого отказа. Несмотря на то, что истица является лицом, которое имело судимость за преступление против здоровья населения и общественной нравственности, так как она была осуждена по статье за незаконное хранение без целесбыта наркотических средств, указанное привлечение к уголовной ответственности было давно и в настоящий момент срок давности по указанной статье прошел. Ответчик, поскольку вы у меня всегда оставляли хорошее впечатление, могу вам честно сказать, не буду выносить частное определение, хотя еще раз повторюсь, ваша позиция меня, ну, честно говоря, как-то так удивила. Я вас поздравляю, вы опекун, вы свидетель, на самом деле, тоже могли бы, конечно, выступить опекуном, мне странно представляется, ну, это, это каждый решает сам и самостоятельно. Это их решение, согласие с вами. А суд согласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что Алисенька наконец-то со мной, что у нее будет хорошая семья, прекрасная, и мы с мужем просто счастливы. Органы опеки учтут замечания судьи, а ситуация в данной семье будет под контролем органов опеки. Смотрите новый проект «Дела семейные. Битва за будущее». Она начала говорить, она говорит, мама, и ко мне пишет, вы понимаете, а она хочет меня и у нее забрать. Вся правда о том, как взрослые делают детей заложниками своих страстей. Мальчик забрался на крышу девятиэтажного дома и грозился оттуда вкрыть, если родители не помирятся. Моя девственность выставила на аукцион. Он просто самый лучший папа на свете. К счастью, моя бочка подошла к моему сыну. Она положила его в сумку, вынесла его помойным ящиком, и ребенок на морозе, он лежал и кричал. Смотрите в новом проекте «Дела семейные. Битва за будущее» с понедельника по пятницу на нашем телеканале. А бабушка сказала, что ты мой папа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова